коротко про режимы м1 и м2 значит машина может настраиваться четыре позиции которые то вы можете настроить двигатель шасси рулевое сейчас у нас м1 и м2 полностью выключено просто мы настраиваем ну как тебе по кайфу по городу ездить кто-то любит в комфорте кто-то в спорте кому-то нравится рулевое в комфорт можно выбрать режимы привода то есть 4wd спорт это значит что он будет контролировать угол заноса за вас 2wd полностью отключает делать что хочешь и кнопку старт-стоп эта кнопка на бесит потому что когда ты подъезжаешь на эти светофоры хочешь с кем-то зацепиться если она выключена то вместо того чтобы зацепиться сначала машина будет заводить двигатель у тебя будет затыка потом но в общем ужасное ощущение на хрена на м как ставить ну ладно бог с ним есть и есть вот и когда ты нас ты вот хочешь настроить допустим я отключаю эту систему старт-стоп выставляю все настройки в спорт я просто не спорт плюс запроса допустим спорт я езжу все вот но у меня есть две великие клавиши м1 или м2 запомните я настроил машину вот в эти настройки система старт-стоп выключена и все в спорт и вот я хочу пройти поворот боком допустим и я для этого там на 15 секунд хочу выключить полный привод и на заднем долбануть я нажимаю м1 м1 загорается все машина переведена в полные боевые настройки я допустим прошел поворот или зацепился с кем-то и я выхожу из м1 из режима м1 все он пропал и я рассчитываю вернуться в те настройки которые я только что с вами задал но они все сбились на стоковые то есть все было в спорте шоссе было 4 vd сейчас он сбросил все на ноль и выключил систему старт-стоп то есть включение одной из этих кнопок м1 или м2 стирает все настройки машины которые вы делали вот вам как по кайфу было настроить здесь еще настраивается кстати жесткость коробки вот этих той скорость переключения вы это уже выставляете как вам по кайфу где-то тут она должна отображаться ну короче сейчас тут надо еще найти где отображаться вот ну короче эта система вы тоже настраиваете и это тоже стирается то есть если вы используете одну из этих кнопок то она стирает все ваши настройки вы должны настраивать заново какого хрена но допустим это ничего страшного но есть маленькая особенность если все настройки ваши постоянно будут стираться тогда вы захотите их забиндить на кнопку м1 или м2 ваши стоковые настройки в которых вы ездите на каждый днев вы заберете на кнопку м2 на м1 у вас будет максимальная пушка по производительности то есть все в спорт плюс на случай если вам нужно будет зацепиться с е-63 или там сферы старыми вот но встает вопрос а куда же забиндить тогда включение заднего привода на какую кнопку и получается еще знаете какая история что вам нужно не просто три кнопки не 3 как предзаданных режима а4 потому что есть великолепный режим 4вд спорт это самый крутой режим потому что он дает вам выставлять угла но он вас не разворачивает то есть вы можете давать угла прямо в потоке обгоняя машину то есть все будут думать что это ты просто супер пилот тем более что к с к хорошее шоссе здесь прямо-то идеально использовать его вилять жопы по городу носиться и знать что случае чего тачки тебя подстрахует вот и у тебя получается 4 режима которые ты хочешь настроить и использовать с быстрых кнопок то есть задний привод 4вд спорт максимальный режим пушка чтобы зацепиться по прямой с кем-то и ваш стоковый режим а кнопки всего две две кнопки просто других других кнопок чтобы оставить ваши настройки хотя бы просто чтобы он их не стирал этого нету такой функции то есть кнопок 2 а режимов 4 это значит что ты будешь постоянно их перебендить то есть эту кнопку ты сегодня хочешь так использовать завтра ты хочешь на эту кнопку забиндить задний привод и однажды ты ошибешься и вместо заднего вместо того чтобы выставить максимальной настройки ты выставишь задний привод с отключенной системой стабилизации и окажешься на скорости 190 в мокром повороте в затяжном и даже не будешь знать что твоя жизнь висит на волоске и люди умирают м5 м4 убивает людей в том числе из-за этой хуйни потому что люди случайно оказываются с выключенной системой стабилизации на заднем приводе вот так значит хорошо что эти кнопки есть хорошо что они есть но и чтобы на такой машине кататься да вы должны людей предупреждать о том что это очень опасная ситуация если ты например отдал брату покататься вечером тачку и он взял забиндил на м2 отключение заднего привода а у тебя там стояла обычной настройки например 4вд спорт который также требует подтверждения чтобы нажать м2 подтвердить и два раза нажимаешь и вместо 4вд спорт ты получишь задний привод и люди разворачиваются и об этом все знают что такая херня есть но сколько случаев вы знаете короче плохих даже не буду говорить что или не понимает почему там кого-то занесло да хотя если вот эти кнопочки есть и ты можешь быстро сделать тогда в принципе это может и сделать случайно тем более что и ситуации рассказал почему это может происходить обычная на моем на обычной машине чтобы выключить систему стабилизации ты должен зажать кнопку на 4 секунды это значит что ты точно понимаешь что ты нажал эту кнопку и ты точно понимаешь какую ситуацию ты попадаешь после нажатия этой кнопки ты только можешь включить систему заднего привода и это правильный ход вот так должен отключаться полный привод боком можно раздать и на 4вд спорт вот потому что отключение включение заднего привода сопряжено еще и с полным отключением системы стабилизации если вы в таком состоянии случайно окажетесь в затяжном повороте например на платке на одинцовский там очень затяжные повороты есть и вы будете там рубиться с кем-то как я рубился когда-то съешься 3 оказался я увидел что я еду на заднем приводе заключена стабилизация и дорога мокрая